Времени на операцию меньше, а восстановление быстрее, и все это бесплатно. Хирурги Третьей городской клинической больницы проводят успешные операции по удалению грыжи с использованием уникальных технологий. К слову, это не единственная медицинская услуга, оказываемая лечебным учреждением. Именно поэтому клиника востребована у большого количества пациентов. Продолжение темы в сюжете наших корреспондентов. Удаление большой грыжи через маленькие проколы. Суть новой методики – провести хирургическое вмешательство не с помощью открытой операции, а через небольшие сквозные отверстия. Работа проводится посредством эндоскопа. В него монтирован видеоконтроллер, который для хирурга как вторая пара глаз. Сейчас первая у нас операция, мы выполняем оперативное вмешательство на желудке. В общем-то, у нас грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, мы ее корригируем у пациента. У этого метода много преимуществ. Сокращается время самой операции и реабилитационного периода. Кроме того, такие вмешательства можно применять и к пациентам старшего поколения, которым открытые операции на аркуз часто бывают противопоказаны. 97% всех вмешательств, проводимых в стенах третьегородской, проводятся именно по этому методу. И самое главное – пациенты довольны. Все спрашивают, почему именно эта больница. У меня спрашивали многие, почему именно эта больница. Я говорила, я не знаю почему, но я хотела эту больницу в первую очередь, потому что я сюда приходила на консультацию, с хирургами общалась, и их подход, как они смотрят, как они советуют, что делать, что как, это тоже понравилось. Всем рекомендовала бы, потому что, не знаю, персонал и сами врачи очень хорошие, отзывчивые. Патимат Магомедова перенесла 8 операций по пубочной грыжи. Проходили они в самых разных клиниках России, но не помогала. Через каждые полгода происходил рецидив. Женщина признается, что всегда тяжело отходила после вмешательства. Девятую по счету операцию женщина решила провести к третьей городской больнице по новой методике. Говорит, не зря. Проснулась, вот как стеклушка. Реально я проснулась, такое ощущение было, что я его не делала. Утром меня в палату привезли. Тот же день я встала, там я не могла вставать тоже. Я 3-4 дня лежала, ходить тоже, ну, все время в поясе. Вот сейчас вот я на боку могу лечь на все. Ну, они тоже сказали, что больше ты к нам не попадешь. Надежда только на это. Важно отметить, что медицинская помощь в стенах больницы оказывается бесплатно по полису ОМС и не только по профилю хирургии, но и по кардиологии, неврологии, терапии и гинекологии. Ну, ежегодно мы проводим порядка 700-800 операций. Эта операция преимущественно малоинвазивным доступом. Мы ее строили, строили эту работу, строили по самым строгим и по самым современным требованиям, которые предъявляют к европейским клиникам. И за этот период, это порядка более четырех лет, нам удалось выполнить достаточно большой спектр мешательств. Внедрили мы очень много малоинвазивных хирургических операций, онкологических операций в том числе. Мы тут, мы оперируем в том числе и гинекологию малоинвазивным доступом. Все варианты оперативных мешательств выполняем. У нас есть достаточно опытные гинекологи, совместно с ними работаем. В лечебном учреждении представлены все необходимые виды диагностического обследования, в частности, компьютерная томография, УЗИ, стоматологическая помощь, а также эндоскопическое исследование. Благодаря поддержке Министерства здравоохранения Республики Дагестан и Фонда обязательного медицинского страхования в этом году оказывается бесплатная медицинская помощь. В больнице работает 163 человека, из которых 56 приняты в этом году в связи с увеличением государственного задания. Больница гордится своим кадровым потенциалом, среди которых работают доктора и кандидаты медицинских наук. В этом году у нас приняты сотрудники, врачи, имеющие опыт работы в Санкт-Петербурге, в Москве, Липецке, Ставрополе, в Самаре и других городах. Всего на базе медицинского учреждения около 300 койко-мест. С начала года в больнице прошли лечение более тысячи пациентов. В этом от Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкало.